Всем привет, ребят! Я сам Марс в этом ролике. Мы с вами будем проверять диету, ту, которую довольно-таки многие из вас просили. Возможно, для вас наконец-то. Если ты ждал, то пиши об этом в комментарии, потому что это творожная диета. Перед просмотром помни о том, чтобы подписаться на мой канал и также нажать на колокольчик, чтобы тебе приходили все мои новые ролики. Угадайте, что же нужно есть на этой диете? Называется она творожная, ну, угадали? Творог, кто бы мог подумать, да. Плюс вы можете добавлять в него разные фрукты, овощи, мед. Да, это, скажем, такая лайтовая версия диеты. Но из-за того, что все-таки это монодиета, делать ее дольше, чем один день я не рекомендую. Вы можете столкнуться с последствиями, с которыми никто бы не хотел столкнуться. Даже то, что вы можете добавлять фрукты, ягоды, овощи, все что угодно, ваш творожочек, это не отменяет того, что эта диета небезопасна, просто потому что не сбалансирована. Если вы хотите достичь как можно лучшего результата, то вам лучше есть творог в чистом виде. Все. Что касается воды и других напитков, потому что вы часто это спрашиваете, в принципе, как и на всех раздражочных днях и диетах, тут нет особо каких-то ограничений. Вы можете пить воду, свою норму. Также чай, конечно же, только без сахара, кофе. По тому же принципу, молоко вы, скорее всего, можете туда добавлять, правда, зачем? Мне бы всегда было интересно, если все люди, которые пьют молоко и, оказывается, есть. Но уже у взрослого человека просто не усваивается, и это заметно по очень большому количеству людей, которые пьют молоко. Если я, например, выпью несколько латте, я на следующий день проснусь в таком виде, что как будто я подросток снова, и меня снова обсыпало очень сильно. То же самое касается соевого молока. Если вы хотите добавлять что-то в кофе, попробуйте кокосовое, например. Его можно сделать самому. Миндальное, овсяное, тут уже ваше дело. Хотя, если вы не пьете латте именно на молоке, то одна вот такая вот маленькая порция в день в кофе ничего, в принципе, не сделает. Она мне, по крайней мере. Я знаю, как оно оказывает влияние на меня, и иногда замечаю, как оно оказывает влияние на других людей. Но у вас может быть все по-другому, поэтому проверьте просто на себе. Пейте молоко там одну неделю, одну не пейте. И заметьте, есть разница в вашей коже, теле, вообще здоровье или нет. И тогда узнаете, как оно влияет на вас. Что я ела? Я придерживалась того, что хочу побольше очиститься, поэтому я добавляла немножко ягодок в свой творожок. Но сделала так только один раз в обед, на завтрак и ужин. И еще перекусы я ела просто в чистом виде творог. Все. Также я не пила ни кофе, ни чай, а только воду. Но это только потому, что мне не хотелось. Очень важный момент. Не покупайте, пожалуйста, обезжиренный творог. Делайте это вы на базаре, в магазине. Я очень боюсь, если честно, покупать творог на базаре. Но, в принципе, у меня и нет такой возможности, потому что его продают только в магазине. И там я беру самый обычный, нормальный творог, который не обезжиривали. Ни в коем случае не берите для этой разгрузки тот, который обезжиривали. Если вдруг вам нравится по вкусу обезжиренный, выбирайте его, но в другое время. Тут нам важен именно тот продукт, которым создала его природа. Ну, либо погали на заводе. В общем, он должен быть оригинал. Если его обезжирить, то, чтобы вернуть ему прежний вкус, нужно добавить туда кучу всяких гадостей, включая сахар. Оно вам надо? Это только вам навредит. Серьезно, сахара на этой разгрузке нельзя. Пойдите в магазин, берите обычный творожок, возьмите себе ягодок, каких-нибудь желательно не сладких, и тогда вам будет легче продержаться. И все. Если кто спросит, можно ли добавить в форекс сметану, то я скажу, я понятия не имею, потому что, вы знаете, какие у меня напряженные отношения с сметаной. Я ее обхожу километрами, реально не переношу ее запах, но я все-таки попробовала, какой у нее вкус. Он нормальный, абсолютно, да, но запах мне по-прежнему не нравится. Поэтому не могу вам сказать, можно ли добавлять туда сметану, потому что я знаю, некоторые так любят делать. Скорее всего, нет, потому что это моноразгрузочный день. И если вы добавите сметану, то добавить доколой. Если сложно продержаться на одном твороге, то, думаю, можно, но только утром, например. Желательно-реже. Обычно он нужен для того, чтобы очистить свой организм. И если честно, мне кажется, что творожная диета для этого подходит не особо сильно, потому что я делала топ-10 разгрузочных дней, и там я писала, какие мне нравятся больше, какие меньше, почему. Так вот, творожная – это та, на которой не особо очистишься. Возможно, да, вы похудеете, но это не цель разгрузочного дня. Тут нам хочется еще и почистить свой организм. А творог, как в смысле, в чем он может это сделать? Я очень сомневаюсь. Но зато вы сможете напитаться хоть каким-то кальцием и похудеть. Кому это в приоритете, то можете попробовать. И если, конечно, вы любите творог, для вас это будет просто идеально. Спасибо, что смотрела этот ролик. Ставь пальчик вверх, чтобы его поддержать. Па-па-па-па!